Девушки отдыхают И будет это завтра Подробности этого мероприятия Мы сейчас будем раскрывать Вместе с нашими гостями Алексеем Костиным Директором института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета И Марии Садаковой-Илиной Руководителем пресс-службы Вятского государственного университета Добрый день, друзья Здравствуйте Еще раз сообщим, что у нас прямой эфир И у вас есть возможность Звонить, задавать свои вопросы по телефону 211-101 У нас есть видеотрансляция И аудиотрансляция на сайте И кроме того Ко второму часу мы приурочили наш опрос Опрос очень простой Мы спрашиваем в обновленный ботанический сад Который завтра откроют Я схожу обязательно на первый вариант ответа Я как-нибудь выберусь Второй вариант ответа Ну и третий такой кардинальный Не пойду, мне это не интересно Светлана, что у нас там происходит Я хочу поблагодарить наших коллег из Строем Киров и Красивого Кирова Они поделились нашим опросом Вконтакте Проголосовало сейчас 166 человек И 39% из них говорят, что схожу обязательно Обязательно 44% говорят, что как-нибудь выберусь Не пойду, мне это не интересно 17% Чуть меньше процента 14% не пойду, говорят на сайте Хакирова.ру 57% там говорят, что схожу Обязательно И 29% как-нибудь выберусь Ну я думаю, после нашей программы Процент тех, кто сходит, обязательно вырастет Да, голосуйте по-прежнему Еще раз 211-101 Если у вас будет вопрос в ходе программы Может быть, по поводу завтрашнего мероприятия И вообще по мероприятиям, которые будут проводиться В ботаническом саду обновленном И вообще по обновлению ботанического сада И что же там такое обновилось Да, но мы старались об этом рассказывать Несколько недель назад у нас здесь был эфир С директором ботанического сада Мы в подробностях рассказывали, где какие работы проходили Меня поразило, конечно, то, что Черное море Снова будет плескаться в бот саду И правда будет Да, мы ходили позавчера, проверяли Все ли там хорошо Черное ли оно проверяли? Черное Оно черное Очень красиво плещется Действительно там реконструкция проведена И действительно наши люди, которые придут к нам на открытие И потом будут ходить Просто будут удивлены Плюс беседка, которая стоит чуть повыше На месте прежнего корабля, мне так кажется Там, где раньше кораблик стоял Если я не ошибаюсь Я сама не знаю Я там не была Меня, кстати, никого даже по облату не пускали туда Во время строительных работ И точно так же завтра приду туда Чтобы посмотреть, как это все организовалось Беседка там кованая Беседка очень тоже интересно Стоит на месте возвышения Черного моря И она у нас освещается То есть почему мы делаем ночь в ботаническом саду? Потому что у нас же еще и новое освещение То есть можно будет увидеть ботанический сад Не только днем Там цветочки, цветы яркие Но и вечером ближе к десяти Там будет очень красивое освещение То есть приходите Это освещение будет только в ночь открытия? Нет, оно будет всегда Оно уже было опробовано Оно уже включается каждый день Потому что все-таки же это получает черта города И все равно какое-то дополнительное освещение Ботанического сада идет и на город А вот это сразу интересно В связи с освещением Не изменится ли время работы ботанического сада? Может вы теперь продлите его? Возможно мы продлим Но пока у нас Чтобы такие красивые фонари-то не пропадали даром Пока у нас будет время работы уже после открытия Это до шести часов вечера В выходные тоже там он будет работать Вот это жаль Жаль Мы уже говорили и музеям нашим Что жаль, что до шести И ботаническому саду говорим Что жаль, что до шести Потому что после работы так хорошо сходить Ну мы подумаем Хотя бы в осенний период Хотя бы в тот относительно теплый период Который наступил Чтобы можно было отвлечься после работы Ну давайте приступаем к завтрашнему дню Рассказывайте, что это будет? Так, друг на друга посмотри Алексей, пожалуйста Возьму инициативу в свои руки Значит завтра мероприятие у нас начинается В 16 часов Подходить можно чуть пораньше Потому что все-таки мы надеемся на то Что будет наплыв посетителей И поэтому самые лучшие места Самые активные, инициативные, и быстрые Займут Так, где места, это что значит? Дело в том, что все-таки будет Несколько площадок И поэтому, наверное, на каждый вкус Мы пытались удовлетворить Потребности кировчан Гостей нашего города Любой человек сможет прийти Именно на ту площадку Которая им будет интересна В 5 часов ровно будет официальное открытие С участием главы города Кирова А сами площадки начнут работу уже в 16 часов Которого главы? Давайте уточним Речь идет о господине Владыкине Окей То есть об официальном главе города Кирова Да, совершенно верно В 16 часов у нас начнется Так называемое арт-расширение Хотелось бы в целом сказать, что Это же не просто открытие ботанического сада Ботанический сад в своей истории Переживал очень много там периодов реконструкции Временного закрытия В связи там Ему, по-моему, больше 100 лет уже 105 лет У нас юбилейное открытие Задавайте мне вопросы Я готов вам рассказать по истории ботанического сада Очень много Я задам вопрос Почему в прошлом году там висел плакат Ботаническому саду 115 лет? Это вопрос, наверное, не к нам Потому что... Нет, 105 115? Точно 115? Да-да-да Мы же мыслим категориями будущего Мы же смотрим в будущее Я тоже не помню Там была история с несколькими датами Связанными с официальной датой закладки Этого ботанического сада Поэтому такая история получилась Можно будет потом опять праздновать В 120 и одновременно 110 110, да, тоже хорошо Нет, ну тогда-то вообще давайте разбираться Что считать началом существования ботанического сада? Это попозже Ну хорошо Простите за провокацию Давайте про арт-расширение Давайте про арт-расширение Так вот Кого расширять будем? Если наши слушатели помнят То Вятский государственный университет проводил еще и в арт-инженериуме ночь музеев Мы как раз приходили сюда и рассказывали об этом мероприятии Которое, кстати, потом прекрасно прошло Да, мы тоже довольны результатом Прошло оно интересным Площадку нашего инженериума 11-го корпуса Я считаю, очень интересно Показали в свете именно неких таких арт-преобразований, арт-объектов Так вот, это течение, скажем так, арт-деятельности университета Для социума города Кирова Для интересующихся Мы будем продолжать другими мероприятиями По осени у нас запланировано много что Там будет ночь искусств и так далее Пока открывать все тайны не буду Так вот, очередным мероприятием Вот в этих сериях арт-мероприятий Будет как раз открытие ботанического сада Поэтому это не значит, что жители города просто придут Увидят новый ботанический сад Полюбуются, какой он стал красивый после ремонта Что там растет и так далее Всех посетителей ждет в ночь открытия Очень насыщенные мероприятия Связанные, конечно, с удовлетворением их культурных потребностей Будет работать несколько инсталляционных площадок Где можно будет потворить и посмотреть, как другие люди творят Будут члены Союза художников, которые будут пленэр рисовать Скажем так, в режиме реального времени То есть любой может поинтересоваться моментом сотворения картины Будет летний кинозал, где будут показывать классику Каждый сеанс у нас открывается в половину часа То есть там 16, 50, 17, ой, прошу прощения, 16, 30, 17, 30, 18, 30 и так далее То есть какие-то такие часовые фрагменты будут? Краткометражные фильмы? Я могу проанонсировать, фильмов не так много Они все известны Это «Брачный экспресс», фильм 1912 года С этого мы начнем как раз год создания ботанического сада Потом будут «Окни большого города» Чарли Чаплина, известный фильм 1931 года Потом «Касабланка» 1942 года, тоже не менее известный Очень известный фильм Ну и, наконец, «Римские каникулы» 53-го года То есть, коль мы с тобой займем места в первом ряду, так и будем сидеть Нет, ну я все-таки предлагаю сад не такой большой Там чуть больше полутора гектаров Поэтому предлагаю гулять с площадки на площадку Смотреть, что там будет много интересного Кроме этого, будет дефиле театра моды в ВятГУ Скажу вам честно, я присутствовал в этом году на защите Обыскных квалификационных работ у наших дизайнеров Как мужчина и далекий от моды Шел на это мероприятие, ну, несколько скептически Я был поражен Вот, признаясь в прямом эфире, это правда здорово, это интересно Таких платьев я в жизни не видел Вот, поэтому очень советую сходить Красивые девушки среди цветов и зеленых Ну, обратите внимание, он сказал, платьев не видел Про девчонок Очень корректно выступает При этом будет выступление джазового ансамбля Джаз-мансард То есть можно будет послушивать джазовые импровизации На свежем воздухе, знаете, как это здорово Среди красивых деревьев Наши слушатели очень любят этих исполнителей Да, и будут выступления поэтов Это актеры театра Наспаска Михаил Андрианов, Алексей Хорев Поэтесса Наталья Панишева И наш философ Захар Шашин Какая красота И многое-многое другое А для любителей спортивного образа жизни Будет дыхательная гимнастика Ой, наконец-то! Цигун? Ну, почти Почти цигун Сейчас прервемся на полминуты И снова будем рассказывать о том Что ожидает наших горожан Завтра в ночь открытия В Ботаническом саду Кирова В Ботаническом саду Кирова Пройдет ночь открытия Произойдет это буквально завтра В 16.00 Ботанический сад распахнет свои двери В 17.00 будет официальное открытие И дальше большая насыщенная программа С которой нас сегодня знакомят наши гости Алексей Костин Директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета И Мария Садокова-Ильина Руководитель пресс-службы того же университета В свете того, что, судя по нашему голосованию Большое количество людей собирается в Ботанический сад Если не завтра, то после После того, что вы сейчас рассказываете Конечно, очень интересно прийти именно завтра Рванут, потому что 4 часа, может, не все После работы сорвутся Но до 10 вечера будут проходить мероприятия И несмотря на то, что мы тут с Колей Все-таки хотим забронировать себе места в кинозале Нам, опять же, активно рекомендуют не делать этого Да, я вижу, что в режиме нон-стоп Будут проводиться экскурсии Да, будут проводиться экскурсии Наши сотрудники Ботанического сада Наши биологи Очень профессиональные люди В течение всех 4 часов будут проводить Для наших жителей города Кирова и гостей Экскурсии по Ботаническому саду То есть рассказывать о уникальных растениях О том, что за растения у нас растут Какого года Может быть, там у нас есть, конечно, и реликтовые деревья И кусты реликтовые Из разных уголков мира у нас есть растения То есть вот проведут экскурсии Их будет 5, раз, два, три, четыре 6-6 экскурсий То есть вот в течение всего времени Нашего арт-ботанического сада Арт-сада будут вот такие экскурсии Кроме того, у нас не только будут пленеры Какие-то показывать инсталляции У нас еще наши гости Ботанического сада смогут попробовать Сами порисовать То есть будут проходить мастер-классы По рисунку Красота в саду То есть наши художники, наши преподаватели Вместе с гостями будут рисовать Показывать, как эти картиночки рисуются Будет мастер-класс Красота из ничего в никуда Можно так сказать Из ничего и никуда Да, из ничего То есть опять же там своими руками Будут изготавливать гости Вместе с нашими преподавателями Интересные всякие украшения То есть что-то такое Там тарелочки Можно будет подумать Так что вот Будет интересно То есть я понимаю, что И активность, которая рассчитана на детей Тоже присутствует Конечно То есть какие-то поделки своими руками Поделки своими руками Да, да Археологическая лаборатория У нас тоже будет рассказывать О находках Не просто там Да, каких-то у нас Ископаемых А именно О находках древних растений Древних цветов А я уже думал Прямо там раскопки организуются Нет, будут рассказывать Нет, будут рассказывать Показывать Какие вот цветы Выкопают мамонта Да Понятно Ну я думаю, что во время экскурсии Как раз и будет рассказано Довольно много об истории Ботанического сада Можно сейчас, Алексей, оторваться И рассказать нашим слушателям Напомнить Вот это замечательное место В городе Кирове Я, кстати, хочу еще так В тему, которую мы обсуждали В перерыве Насчет погоды Я сейчас посмотрел на свой Любимый норвежский сайт Когда на самом деле себе вечер Легкий дождик обещают Поэтому все, кто пойдут Возьмите зонтики Дождевики или зонтики Нет, совсем небольшой Там капелька нарисована Ливня точно не будет Отлично Я думаю, что дождик создаст Легкое романтическое настроение Тем более в саду С новым освещением С музыкой И поэтами Прекрасно Так вот По поводу, кстати говоря Возможности Откопать кости мамонта Или еще что-нибудь К сожалению, нет Потому что Если вы представляете Географию города Кирова То ботанический сад У нас как раз дает начало Ну точнее расположен В том месте Где берет свое начало Враг засора И поэтому основатель Ботанического сада Приложил немало усилий Для того, чтобы Вот это вот Начало оврага Засыпать землей Заложить Ну соответственно Само название Врага засора Возможно там Рекла Текла речка Сорка Так называемая Ведь вы знаете Что вот над Черным морем Грот Я имею ввиду Над инсталляцией Черного моря В ботаническом саду Там родничок Который уже фактически Иссяк Вот Очень может быть Что в прошлом Это как раз и было Начало этой речки По другой версии Все таки засора Потому что Ну свалка Потому что мусор Вот Ему пришлось Приложить усилия Для того чтобы Очистить эту территорию То есть получается так Что если там кого-то Мы выкопаем То это будет выкопанная Реликвия начала века Не раньше Да Ну среди мусора Мусор какой-то Мусор какой-то Да Можно найти для археологов И ученых Очень много интересных Мусор того Тех годов Да Тех примеров Теперь уже имеет ценность Да Вот Речь идет о человеке Который По сути дела Положил начало саду Это полковник В отставке Участник русско-японской Войны Алексей Андреевич Истомин Он впоследствии Но он известен В политической истории Нашего города Тем что был Гласным Вятской городской думы Гласный это что? Гласный То есть это полноправный член Имеющий право голосовать Ну Гласными называли Членов всех Вот таких Представительных собраний Впоследствии Земских собраний Вот В частности Городских дум В Российской империи Ну практически депутат По нашим Да По нашим меркам Совершенно верно Правда Если уж залазить в историю То в отличие от Современных депутатов Меньше пользовался Правом Депутатской неприкосновенности Наоборот Были очень жесткие требования За право нарушения Лишали тут же Право быть гласным Думы Но мы отвлеклись Так вот Истомин получил В наследство От отца Как это известно 80 тысяч рублей Достаточно неплохое состояние По меркам Российской империи Начало 20 века Вот И небольшой дом На этом месте И во время Русско-японской войны Он получил контузию Ездил лечиться Судя по всему Раз там Черное море возникло Я так понимаю На современные курорты Краснодарского края Я думаю что в Крым Раз у вас Крымский колонос В Крым Безусловно В Крым Да Ну и наверное На каком-то этапе Пришел к мысли Что может не человек Ездить к морю А море ехать К человеку И вот С 11-го года Разрабатывается Проект ботанического сада В котором Кстати говоря При разработке проекта Вот в этой деятельности Участвовали Ведущие Ландшафтоведы Садоводы Архитекторы Российской империи В частности То есть не только вятские Не-не-не И Санкт-Петербург Тогдашней столицы империи Вот И 5 мая 1912 года Были начаты работы По благоустройству Поэтому Вот 1912 год Наверное Все-таки Это Более точно В 12-м году Был заложен Заложен Да Хотя первые посетители Появились в 13-м году То есть работы Были закончены Только через год Но Это было Не забывайте Частное владение Истомина Поэтому Это был Не сад Открытый Для любых посетителей Он считался Человеком Очень замкнутым То есть мало Кого туда Пускал Кого туда пускал В основном Это были его личные гости Вот А в 17-м году Известное событие Ботанический сад Был национализирован И вот уже тогда Он стал Скажем так Народным достоянием Поэтому в этом году Мы можем считать Вековую историю Столетнюю историю Когда ботанический сад Стал открыт Для посетителей Смотрите Как у нас Сразу два Игра Сразу два Мероприятия Накладываются Вот А в 1923 году Он был передан Тогда Вятскому Учительскому Институту Педагогическому Институту Но ныне Учитывая все Преверозования Вятскому Государственному Университету Вот Ну и в истории Конечно Было много Тяжелых периодов Была Великая Отечественная война Было много Что Когда Действительно Речь шла о том Чтобы передать Эту территорию Просто-напросто Под посадки Жителям города Так как голод Так как Под огороды Да Под огороды Грубо говоря А университет Тогда был Институт Тогда был Эвакуирован В город Хиранск Как вы знаете Вот И директор Ботанического сада Оттуда прислал Грозную телеграмму Что он Категорически Против Вот Тогда он восстал Получается Ну простите Против системы Рисковал очень многим Но тем не менее Отстоял Вот эти редкие растения Геройский поступок Это геройский поступок Да Была еще Очень суровая зима 78-79 года Пытался ее вспомнить Но был маленьким Так и не вспомнил Я ее помню прекрасно Потому что уши отморозил Было минус 52 градуса Я как раз приехал в Киров Минус 52 градуса Вот Когда много растений погибло В отпуск из армии приехала Оказалось здесь Бончо Пришлось закрывать Ботанический сад Потому что просто Погибшие растения Пришлось переносить Перестраивать Пересаживать Тогда действительно Как бы Речь шла вообще О существовании В дальнейшем Ботсада Но с 83-го года Он тем не менее Функционирует Пережил Непростые 90-е годы Вот Ну и я думаю Что завтра Жители города Увидят Как он стал красивый Теперь Ну мы заглядываем Там из-за оградки Конечно Мы видим Что Несмотря на странное Лето для нас Для людей Для растений Это прекрасно Они там буйно Растут И только Толпы проходящих Думают Когда же там будет Открытие Когда же распахнется Ведверь Мы видим Что работы Действительно Масштабные Проводились И мы знаем О трудностях С которыми Столкнулись Строители В том числе Тоже связаны С тем Что нам Погода Преподнесла В этом году И здесь Мне кажется Только заслуживает Уважение Позиция Вуза Которая Не стремилась Во что бы то ни Стало Побыстрее Открыть Ботанический Сад А стремилась Качественно Провести Эти работы И я надеюсь Что наши Горожане Понимают Почему Собственно говоря Были закрыты Двери И надеюсь Опять же Что погода Нас не подведет И даст нам Возможность И осенью Тоже Долгое время Посещать Ботанический Сад Дай бог Будет бабе Лето Чтобы можно В эту красоту Увидеть Потом еще И осенью Ну вот Кстати говоря Очень много Вопросов Поступает По стратегии Развития Ботанического Сада Замечательно Что вот Он открывается А какие планы В целом На ботанический Сад Как дальше Он будет работать Если Есть ли Какие-то Какие-то Еще серьезные Намерения По его поводу Безусловно В университете Достаточно Много Проектов Уже Работающих Наверняка Все слышали Про новые лекции В политехническом Давным-давно Была задумка Проводить В летний период Новые лекции В политехническом Да Но после Объединения Реорганизации Создания Опорного университета Они же были Названы Новыми лекциями Потому что Там был Расширен Гуманитарный Аспект И в летний период Когда тепло Солнышко Когда приятно На улице побывать Больше Чем в помещении Жарком Душном Как раз Планируется Эти лекции Проводить В ботаническом Саду В том году Мы уже начинали Проводить Лекции В политехническом Да Именно лекции В ботаническом А сейчас Сам Бог велел Это делать Вот поэтому Хорошая погода Еще раз Хорошая погода Должна быть Вот Потом Безусловно Приложение сил Наших культурологов Да и вообще В целом Гуманитариев Которые безусловно Прямо рвутся У них энергия кипит Дайте нам Попроводить Шумные Громкие Яркие мероприятия В городе Кирове И конечно Всегда Во многом Все это Упирается в площадки Хорошо Да Закрытая площадка Это арт инженериум Университета Открытая площадка Это как раз Ботанический сад Поэтому я думаю Что вслед за Ночью открытия Будет масса Других ярких мероприятий Которые будут Интересны Кировчанам Посмотреть А с точки зрения Собственного Такого научного Содержания Этого сада Ой безусловно Вот ладно С нами нету Биологов Я думаю Что они бы Много рассказывали Что тут можно делать Ну тогда могли Многие не понять Что они рассказывают Лучше своими словами Я даже как Как не биолог Вам скажу Что сколько собственно Говоря я работаю В университете И до этого Как кировчанин Много Так вот Знаем про ботанический сад У нас действительно Есть очень редкие Виды растений И в университет Постоянно поступает Заказы Других Учебных Научных заведений С целью Там обмена Семенами Редкими растениями Саженцами Поэтому вот В северной части России На нашей широте Ботанический сад Города Кирова Ботанический сад Университета Это действительно Очень яркое явление Вот В научной стезе Конечно же Студенты Будут проходить Там практику Они проходят Там практику Биологи Я имею ввиду Да Экологи Биологи Естественно Для них Это будет Расширено То есть Ехать куда-то Далеко И можно найти Здесь растения Которые можно Поисследовать Помочь Ботаническому саду Понятно что там Сотрудники Ботанического сада Их немного И понятно что В помощь студенты Всегда приходят Ботанический сад С удовольствием Помогают Пересаживают растения Потому что Когда мы ходили С биологом Главным По ботаническому саду Она смотрит Ну вот это растение Нужно пересадить Наверное в другое место Потому что Ей тут нехорошо То есть Вот эти вот 1,7 гектаров Представляете Да Одному главному Биологу Надо пройти И посмотреть Где какой редкий Цветочек Правильно растет Или он может быть Там уже увядает Там ближе к солнцу Или ближе к тени Это конечно Не знаю Ну глобальный труд Это надо понимать Куда чего Вот это вот Пересаживать И студенты С удовольствием Ходят Вот за этим биологом И смотрят И понимают Как бы И обучаются тому Что вот Можно будет дальше Продолжать Ну и конкретно помогают То есть Они берут инструмент В руки Это текущая Это текущая Это текущая работа По профильных Факультетов Университета Я сама там Принимала участие На втором по моему Курсе когда была Ест геофака А нас интересует Все-таки В стратегии развития И деятельности Ботанического сада Больше такая Вообще городская И региональная деятельность Что для жителей будет Может быть Мысли какие-то Если даже Это еще не запланировано Там окончательно То какие мысли Еще возникают По расширению Предоставляемых услуг Горожанам Об этом хотелось бы Поговорить После короткой рекламы Продолжается программа Дневной разворот В Ботаническом саду Кирова Пройдет ночь открытия Произойдет это завтра Напоминаю 16 часов до 10 вечера Сад будет открыт Огромная насыщенная Культурная программа С показом видеофильмов Старых начала прошлого века С чтением стихов Актерами театров С пленером Где будут художники кировские В непосредственном контакте И с природой И с людьми работать И даже с дыхательной гимнастикой И даже с джазовой музыкой И даже с джазовой музыкой Джаз-мансард будет прекрасный Станислава Хусаинова И конечно же С экскурсиями С мастер-классами В общем каждому человеку Любого возраста И с любыми интересами Там найдется и место И время Кстати о месте Я напомню Что у Ботанического сада Еще и адрес есть Есть адрес Карла Маркса 95 Мало ли Если кто-то не бывал В центральной части Борона То найти можно по указателю Самое время Обозначить Условия Входа на завтрашние мероприятия Я просто сейчас Нахожусь на сайте Ботанического сада Впервые Впервые я зашла Но в поисковике Ищется мгновенно Первым в строчке выходит Тут ваши поработали Маркетологи Или кто этим занимается Но я вижу Что информация Сейчас обновляется Готовитесь к завтрашнему Мероприятию И я думаю Что ближе к вечеру Все условия будут выложены О стоимости билетов Всеволод Езимов Директор ботанического сада Уже говорил Две недели назад И обосновывал эту стоимость 50 рублей для детей И 80 рублей для взрослых Но зато Для людей Которые приходят туда Погулять Или на экскурсию Нет ограничений В фото-видеосъемке Есть ограничения По фото-видеосъемке Для как раз Каких-то масштабных мероприятий Да Торжественные мероприятия Понятно Что очень хочется Красивое место Может быть Какие-то свадебные фотографии Фотосессии провести Да То есть тут есть услуга Она платная То есть за то Чтобы провести Такое торжественное Индивидуальное мероприятие Нужно будет заплатить денежку 5000 рублей 5000 рублей Ну и эти тоже Все условия На сайте будут И я думаю Что конечно Такое шикарное место Его давно ждали Наши молодожены Потому что любили Всегда туда приходить Только напоминаю Опять же От всего доизимого послания Что пожалуйста Пожалуйста Как бы весело И хорошо вам не было В этот момент Не берите с собой Никакие бутылки Авоськи И всякие там Бутерброды Вот это не для Не для этого места И наверное Еще надо повесить Такую знаете Из советского старого фильма Надо пись Тов Точка Не ломай кустов Совершенно верно До перерыва Я просила вас Все-таки Может быть Раскрыть Какие-то еще Секреты Идеи Которые связаны С ботаническим садом И стратегией Его развития Вы уже сказали Что будут проводиться Лекции В политехническом Теперь лекции В ботаническом В удобное время При хороших погодных условиях Летом То есть это уже Наверное Следующий год Скорее всего Ну может быть Осень у нас будет Теплая Надеемся А может быть Осень Все еще верим Мы верим А может быть И осень Конечно Еще какие Истории Могут быть Там реализованы Для жителей города Ну опять же Экскурсии Как всегда Постоянные Ну смотрите Значит У нас же все равно Есть большие возможности Приложения Которых Может быть Ориентирован Не только На обучение Студентов Есть дополнительная Образовательная программа Есть просто Какие-то мероприятия И бесплатные Собственно говоря Для населения города Помимо биологов Там очень большой интерес Проявляют к этому Дизайнеры Сейчас модная тема Популярная Ландшафтный дизайн Ой сделайте Пожалуйста Такие вещи Пусть это будет Центр притяжения Всех ландшафтных Дизайнеров И тех Активистов Которые сейчас Устраивают Благоустройство В 30 скверах В 30 скверах Как раз Я об этом уже вспомнил Самое то Самое то И то Совцам прийти Поучиться Да Пусть они Не ландшафтные Дизайнеры Но понимая Что и как Нужно посадить И где взять Рафсаду Это будет Такая помощь Прям личная Личная просьба Ботсад Всегда славился Ракарием То есть Соединением Камней растений Вот В этом же Вся прям Философия Я считаю Сливается Востока Вот И здесь И дизайнеры Да собственно говоря И культурологи Могут Так реализовать Свои возможности Я думаю Что жителям Это действительно Будет интересно Сейчас Все Мечтают О загородном доме О благоустройстве Когда мы уж там не картошечку садим А теперь там фонтанчики Бассейники делаем Красивые О загородном доме Это сейчас и в городах Вот на своих предыдущих территориях Уже стало так развиваться Совершенно верно Вот Поэтому ботанический сад Я думаю Может здесь стать Неким Да Там идет Третий этап Реконструкции Там уже Тоже Какие-то будут Еще строительные работы Но они уже более мелкие Чем вот были В этом году Грандиозные Мы надеемся Что на следующий год Ботанический сад На все лето Не закроется То есть это будет Как-то параллельно Проходить Балтийского моря Там не появится Ограниченная территория Мы не знаем Вдруг найдется Еще какой-нибудь Истомин И это было бы Прямо замечательно И построят Инвестируют Деньги Инвестируют Деньги Потому что Есть мечта Ведь весь вопрос В организации Мероприятий В ботаническом саду Собственно Связан с нашим климатом И очень необходимо Большое помещение Крытое Где можно проводить Эти мероприятия А еще мы говорили Кстати со Всеволодом Нашли тут друг друга Что конечно же Большая мечта Это большой зимний сад Который требует Нескольких десятков Миллионов рублей Не меньше 30 По-моему Там называлась цифра Потому что Две теплицы Которые существуют Они есть Но они по-моему С тех самых 70-х годов И чтобы построить Крытое помещение Где можно реализовывать Историю С зимним садом С теплицей И с проведением Каких-то мероприятий О которых мы говорим Потому что Проведить мероприятия И с лошадными дизайнерами И с тосовцами И просто с любыми Не знаю С нашими садоводами Нужно круглогодично Круглогодично И тогда бы работал Ботанический сад И зимой Вот на эту аудиторию А эта аудитория Сидя дома В отрыве от своих Садов и дач Она очень сильно Скучает и нуждается В единомышленников Но нужны инвестиции И они достаточно крупные Они не заложены Пока в программах Развития ботанических садов Я насколько понимаю Вообще программа Она чуть ли не завершается В следующем году Она была длинная Может быть она будет продлена Но пока мы не знаем Это федеральная история Коль Ты так внимательно смотришь Это федеральная история Я смотрю все больше на машину Откуда Такие средства Это федеральная история И она Она вот выделялась А будет ли она продлена Непонятно Так вот если Есть люди подобные Истоминым В нашем городе То наверное Welcome Мы сегодня уже говорили Про наших любимых депутатов У нас не забывайте Из депутатов Руководителя Всероссийского союза Садоводов Но он больше любит Бардовскую песню Ну понимаешь Надо как-то сместить Немножко К садоводчеству Ну подожди У него есть летняя активность Может быть и зимняя Да-да-да Между прочим Можно и Барда В зимний сад запустить И кстати Барды в саду Они тоже не помешают Да и дальше Мини Гренландия Мини Гренландия Ботанического сада Эту историю надо Кстати господину Валенчуку Предложить Я вам ее дарю Действительно Действительно так Ну и Что касается средств 8 миллионов рублей О которых мы говорили На будущий год Это действительно Завершение благоустроительных работ В ужас приходишь Когда узнаешь Сколько стоят эти работы Эти дорожки С другой стороны Светлана Завтра мы придем Мы придем Завтра посмотрим И в ужас не придем Думаю наоборот пораду Будет чистенько Красиво Очень красивые дорожки Очень хорошо устроены Благоустроены И единственное Было даже Изимов Всего тогда Просил Что люди Придете в бодсад Не топчите Пожалуйста Цветочки И не выкапывайте И не выкапывайте Да Потому что Действительно Там есть очень редкие растения Которые потом Которые потом Просто-напросто Их не восстановить Но надо предупредить Всего Как раз говорил О том Что на входе Будет висеть Все-таки Вынуждены Будет повесить Дойску Язык не поворачивается Сказать позором Но все-таки Тех людей Которые рецидивируют В росте И выкапывают Постоянно Системами охраны Системы видеонаблюдения Как-то Видеонаблюдение будет Охрана у нас Будет обеспечена Потому что По периметру Будут ходить У нас все равно Действительно Сотрудники Наши охрана Это в день открытия В день открытия И в течение Следующих У нас есть охрана Обязательно То есть Ботанический сад Он охраняется Наблюдают За людьми Которые приходят Нас на экскурсии Просто погулять Конечно же Мы стараемся Чтобы Наш сад Остался в таком виде Который Есть Сейчас Увеличилось количество Кроме того Лавочек Кроме Черного моря Возвращаясь К реконструкции Что еще люди увидят И беседки Надо сказать Что А Черное море Там выложено у вас Мозаикой Камнем Мозаикой Камень Учий Грод Есть еще Несколько Водных объектов Которые тоже Реконструированы И Вот меня Интересует Как раз Площадка Где скорее всего Вы будете Показывать кинофильмы Где устраивались Музыкальные концерты Раньше Там количество мест Ограничено Какое количество людей Там есть Небольшие лавочки Но в принципе Там растет травка Если будет сухо Можно будет Взять с собой Какие-то пледы Подушечки Можно прямо там Присесть Даже нужно Нужно взять с собой Коврики Туристические И можно расположиться Это очень хорошо Но только еще раз Напоминаю Без всяких Пикников А кстати У нас будет Арт-буфет Будет арт-буфет У входа У входной У входной Да у нас У входного Группы Группы То есть кофе будут С песнями подавать Да Будет арт-буфет Где можно будет Купить горячий чай Кофе Какую-то выпечку Пожалуйста Арт-почему Ну потому что У нас Завтра все арт Потому что Очень вкусно Очень вкусно Да То есть Голодными Не останутся Те которые Придутся То есть с собой Брать не обязательно Не надо ничего До 22 Будет работать Обязательно Да Очень хорошо Очень вкусная выпечка Эти все условия Но это впервые Такая история В ботаническом Все домасштабная И наверное Вот здесь Как раз Если она будет Успешной То это можно Будет реализовывать С какой-то регулярностью Устраивать такие Городские праздники Открытие ты имеешь ввиду Ну Родские праздники Хотя мы уже поговорили Через 5 лет снова юбилей Конечно А потом меценат Зимний сад Вот насчет мецената Зимнего сада Это да Тебе запало Ты же поговоришь Наверное при встрече Обязательно Думаю да Мы будем благодарны Думаю да Но всех горожан Приглашаем На встречу завтра Потому что мы-то В четвером Там точно будем Обязательно Да И Чтобы Наслаждались И удивлялись И благодарили За то что Такое место У нас сохранено Несмотря на все Низгоды Которые там В истории присутствовали О которых нам Сегодня рассказали Бережно относитесь К этой истории Ну до встречи завтра Ну напомнить только Что начнется Все это в 4 часа В ботаническом саду И как обычно говорят Приходите Будет интересно Будет очень интересно Алексей Костин Директор института Гуманитарных и социальных наук Нашего опорного вуза И Мария Стакова-Илина Руководитель пресс-службы ВИАТГУ Спасибо Дневной разворот завершен Николай Голиков И Светлана Занько До свидания До свидания